В этом году сборная России по хоккею в третий раз стала чемпионами мира. И после этого Министерство спорта решило перенести все свое внимание на футбол и обратилось за помощью к ученым из Долгопрудного. Итак, в Министерстве спорта. Здравствуйте, Георгий. Мы не случайно обратились к вам, физикам, потому что нам кажется, что проблемы русского футбола можно решить только с помощью науки. Абсолютно верное решение. Во-первых, научный подход уже дает результаты. Вспомните матч с Чехией. Во-вторых, чемпионат мира нужно провести в Долгопрудном, потому что там все готово. Ну и в-третьих, я, честно говоря, в спорте не очень разбираюсь. Да и все важные решения у нас в стране принимаются в тандеме, поэтому мне помогал великий спортсмен, чемпион мира по спорту Александр Овечкин. Овечкин, Овечкин, с нами навечно, с нами навечно. Овечкин, эй, Овечкин, с нами навечно. Здорово, сдал уже. Нет, тебя ждем. Простите, как хоккеист поможет решить проблемы с футболом? Че, охренеть, я не понял. Тихо, тихо, тихо. Ну что ж, коллеги, весомый довод. Давайте послушаем. Давайте. Давайте. Первое, что мы вместе придумали, это спроектировали модель стадиона. Это будет ультра-современный красавец стадион. Чтобы нашим футболистам ничего не мешало, там будет крыша от дождя, от града. Ну и на всякий случай от межгалактической угрозы. Простите, зачем? Ну, чтобы они в следующий раз не сказали, что им инопланетяне помешали. Хорошо, скажите, что вы будете делать с фанатами, которые срывают проведение футбольных матчей? Все очень просто. Если кто-то будет что-то кидать на поле, выезжает железная сетка. И весь сектор отправляет с местной ГОВД. Так. Хорошо, а что с полем? На поле будут современные скамейки запасных. Кстати, у тренера будет специальный путь. Нажал на кнопку и все ринулись в атаку. Да уж. Усидеть невозможно. Также на этом пульте будет кнопка, которая позволит быстро менять игрока. А вот у вас тут написано «Диффундирующая форма». Это что такое? Александр, передохните две минуты, я все объясню. Диффундирующая форма. Диффундирующая форма — это форма, которая позволяет моментально менять фамилию и цвет. То есть, если наш игрок нарушает правила, то... И к нему никаких претензий. Кстати, эта форма уже была опробована в матче с Чехией. Широков забил гол именно в ней. Давайте посмотрим. Забил из засады. Давайте продолжим. Что вы сделаете с многочисленными удалениями наших игроков? Никаких удалений не будет. Судья не сможет показать нам карточку. Кстати, линейный судья теперь может наказывать нарушителей прямо во время матча. Ну что ж, это все очень хорошо, нам все очень нравится, но мы боимся, что мы не успеем к чемпионату мира. Это мы к Олимпиаде в Сочи не успеем, а к чемпионату мира можно попробовать. Сборная Фистеха. Город Долгопрудный. Пожалуй, самая 16-битная сборная Фистеха из города Долгопрудный. Фистех! 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 Фистех!